Новости столицы в эфире. С вами Лорианна Шемхалаева. Все, чем запомнилась Махачкалинская неделя, смотрите в нашем итоговом обзоре городских новостей. И в начале короткий анонс. Законная пристройка к школе. Правительственная делегация посетила столичную школу номер 27, где благодаря новому блоку появится более 600 ученических мест. Борьба с незаконной рекламой. На неделе специалисты Махачкалинской мэрии начали демонтаж щитов и баннеров вдоль городских дорог. Это не доносительство, а проявление гражданской позиции. Мэрия призывает родителей детей вместе противостоять коррупции в столичных школах и детсадах. В случае получения сигналов о коррупционной составляющей при приеме в школу и детские сады Махачкалы, вы можете в комментариях под этой публикацией оставить символ в виде знака «плюс» для сохранения вашей конфиденциальности. И мы обязательно дополнительно свяжемся с вами для детализации и моментального реагирования. Будет школа и будет сад. Правительственная делегация ознакомилась с ходом строительства блок пристройки на 604 места к Махачкалинской школе номер 27. Здание рассчитано на 500 мест, однако в нем обучается более 1500 школьников в три смены. Строительно-монтажные работы завершат до конца года. И с 1 сентября 2023 года дети смогут начать обучение в новом корпусе. В республике Дагестан строится 28 школ общеобразовательных и 29 садиков. Это школьник образовательных учреждений. Сергея Алимича поставлена задача, чтобы мы еженедельно монетировали, следили за ситуацией, как идет ход строительства, когда объекты будут введены в двух корпусах на 605 учрежденческих мест по проспекту Имама-Шамиля. Мы посмотрели, оценили, например, на сколько процентов выполнены работы. Работы выполнены на 60 процентов. Качество выполняемых работ, соответствует всем целебонием. Соответствует. Детский сад по улице Азиза Алиева проектной мощностью 60 мест уже завершен. Однако у здания имеется перечень претензий по отношению к застройщику, которые председатель правительства республики поручил устранить в кратчайшие сроки. Детский сад на 200 мест откроет свои двери в сентябре текущего года и в поселке Новый Хушет. Сейчас поступили, в смысле, сейчас, которые мы посмотрели, здесь практически он достроен. Ну, есть определенные недоделки, которые нужно в срочном порядке делать. Эти работы будут сделаны буквально в течение недели. Мы здесь тоже дали конкретные поручения, конкретные направления. В течение недели эта работа будет завершена и объект необходимо будет сдать. Потому что объект уже практически завершен. Если мы его не примем, будем говорить, производству, и он не будет себя экспортать, я извиняюсь, здесь уже могут, опять-таки, появиться некоторые недоделки. Если в уровне будет отопление и так далее, и сырость может появиться. И поэтому объекту тоже мы приняли такое решение. Мы ее возьмем на контроль. И в течение недели мы эти все работы завершили. Сделано бы такая ситуация. Ну, одновременно в Республике Дагестан идет ремонт школ. По ремонту школу, школу все знают, что у нас 210 школ на ремонтирую на сумму более 3 миллиарда рублей. Также, да, порядка 3 миллиарда рублей. Там практически вопросов с финансированием нет. Финансовое средство с федерального центра поступает своевременно. В Махачкале по улице Докуспаринская завершается строительство ливневой канализации. Специалистами устанавливается бордюрный камень. Работы по демонтажу незаконно возведенных на муниципальной земле заборов, выходящих на территорию улицы, завершены. По словам сотрудников городской администрации, после строительства инженерных сетей темпы работ будут ускорены. Продолжаются работы по улице Докуспаринская, поселке Линкент. На данном этапе завершается укладка подземных сетей. Отвяженность данной улицы 2 километра 600 метров. Сложность в проведении работ была связана с тем, что очень много было моментов самозахватов. Это заборы, которые выходили на территорию дороги. Пришлось их демонтировать. На это ушло определенное время. Но к основному сроку мы данную улицу сдадим. Напомним, что строительство улицы проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В Махачкале продолжается демонтаж самовольно установленных рекламных щитов. На неделе вдоль старой Каспийской трассы специалисты разбирали конструкции, не имеющие правоустанавливающих документов. По словам сотрудников городской администрации, такие вывески и баннеры не только портят внешний вид города, но могут стать причиной ДТП, ухудшить обзор для водителей, испортить фасады и крыши зданий. А неправильное крепление может привести к несчастным случаям. Непрофессионально закрепленные плазматроны, щиты и плакаты угрожают безопасности горожан, падают при порывах ветра, повреждая фасады зданий, линии электропередач и припаркованные автомобили. Мы продолжаем реализовывать комплекс мероприятий по демонтажу незаконно размещенных рекламных конструкций на территории города Махачкалы. Сегодня работа проводится в микроэронии редукторы по старой Каспийской трассе. Работы будут продолжены в первую очередь на всех центральных и магистральных городах. Профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности в образовательных учреждениях обсудили в Махачкале. Совещание состоялось в средней общеобразовательной школе номер 61 под руководством начальника управления образования города Марата Ибрагимова. В мероприятии приняли участие также руководители ведомств и подразделений ГИБДД, РУВД, а также директора школ. Выступающие обсудили обеспечение детей школьным транспортом, а также наличие техосмотра у автомобилей, задействованных в перевозке детей. Спикеры также затронули вопросы, касающиеся правил поведения учащихся на воде, а также паспорта безопасности школ в рамках требований к антитеррористической защищенности объектов. Дети для нас это самое главное. Были случаи, к сожалению, когда трагический исход был, трагические последствия. Мы все должны вместе сделать соответствующие выводы, и эта работа должна проходить в ежедневном режиме. На основе вышесказанного сразу же нам соответствующие поручения начальника отдела воспитательной работы и дополнительного образования Тагирова Гаджимурада Адул-Каримовича подготовить приказ о проведении с 1 сентября 2022 года месячника безопасности дорожного движения в образовательных организациях, согласовать его с отделом госавтоинспекции города Махачкалы срок до 20 августа, чтобы мы уже с 1 сентября могли эту работу конкретно отслеживать. Также подготовить план совместных мероприятий с отделом ГИБДД по городу Махачкале по профилактике безопасности дорожного движения в образовательных организациях на 22-23 год срок до 26 августа. Руководителям образовательных организаций предоставить информацию о наличии и состоянии дорожных знаков и разметок вблизи образовательных учреждений в отдел воспитательной работы и дополнительного образования срок до 10 августа 2022 года. Вы, руководители учреждений, лучше знаете, какая ситуация у вас по разметкам рядом с той или иной организацией, где нужно обновить разметку, сообщите, пожалуйста, нам в отдел. Мы, соответствующие службы, вместе с вами к этой работе привлечены. Также разработать и согласоваться с отделом ГИБДД по городу Махачкалы паспорта безопасности, о чем ранее было сказано срок до 20 августа. Мэрия Махачкалы придумала самый простой и, по их мнению, действенный способ борьбы с коррупцией в детсадах и школах города. Пошаговую инструкцию для детей и родителей озвучила заместитель градоначальника Эмилия Раджабова. Уважаемые родители будущих школьников и дошкольников, мы создаем дополнительные ученические места, чтобы наши дети могли получить достойное образование. Уже началась приемная кампания в школы и сады. Хотим предостеречь вас от попыток вступления в коррупционные схемы с обеих сторон, как работников общеобразовательных организаций, так и вас. Для адресного реагирования в случае получения сигналов о коррупционной составляющей при приеме в школы и детские сады Махачкалы, вы можете в комментариях под этой публикацией оставить символ в виде знака «плюс» для сохранения вашей конфиденциальности. И мы обязательно дополнительно свяжемся с вами для детализации и моментального реагирования. Круглогодичный ярмарочный комплекс появится между городами Махачкала и Каспийск. На неделе первый заместитель мэра столицы Мавледин Маликов в сопровождении руководителей структурных подразделений администрации осмотрел участок, на котором предполагается реализация масштабного инвестпроекта. Маликов поручил подчиненным оказать максимальное содействие в подготовке площадки. А если вы начнете строительство, и параллельно мы будем думать, какую программу лучше завести, коммуникации, и, как вы говорите, да, то есть, что прилегающие зоны, муниципальные части, в том числе скверы и так далее, такие моменты, элементы. Отметим, в течение нескольких лет открытие площадок «Русская ярмарка» запланировано в 170 городах России. Проект подразумевает возрождение площадки в ее исконном смысле, с наполнением культурно-массовыми мероприятиями, мастер-классами и культурным обменом между регионами. А главное, он должен обеспечить население качественными товарами отечественного производства. Это все события, чем запомнилась столичная неделя. На этом я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин